Технология робототехники Технология робототехники Робот-экзопуш Смысл его использования в том, что он избавляет человека от применения сверхусилий, чаще всего физических, при выполнении сложного технологического задания. Применяться такого типа робот может в промышленности или в строительстве. Технология робототехники Тут мы рассуждаем о возможности для дорожного рабочего переложить часть усилия на робота. Речь идет о том, что рабочему больше не потребуется в день перекидывать три десятка тонн. Робот увеличивает не только производительность труда, он снижает и накладные расходы, потому что не устает, не выходит из строя и не ошибается. Робот-помощник для тех, чьи двигательные возможности ограничены. Его разработала канадская компания. Его использование облегчит в первую очередь жизнь инвалидов-колясочников. Робот может дотягиваться до предметов, находящихся в труднодоступных местах. В общей сложности он выполняет чуть более полутора десятков операций. Единственный недостаток – в каждый промежуток времени робот может выполнять лишь одно задание. Следующий этап для инженеров – разработать на его основе более совершенный тип робота, который был бы способен выполнять несколько операций одновременно. Вот представьте себе, что вы инвалид-колясочник, и у вас не двигаются или плохо двигаются руки. В данном случае использование робота для вас – существенная помощь. Вы сможете обходиться без сиделки, прислуги или родных, когда, к примеру, завтракаете. А это грильбот – первый робот, который очищает гриль. Достаточно задать программу, в которой бы учитывалась скорость вращения щеток, направление их движения, как и уровень загрязненности утвари, которая использовалась для приготовления пищи. По словам владельца компании Эттона Вудса, уже продано более 80 тысяч экземпляров грильбота. Так что успех идеи налицо. Эта идея пришла мне в голову, когда я ставил гриль и разводил в нем огонь, чтобы готовить еду для приема гостей, потому что я знал, потом мне придется его очищать. И вот когда моя щетка сломалась, я подумал, а зачем это делаю я сам? Может, мне придумать устройство, которое бы выполнило такую работу за меня? Экономисты, хорошо знающие эту отрасль, предсказывают трехкратный рост использования роботов с 5 миллионов, что применяются сейчас до 15, которые будут в ходу в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова